Провела совещание Юлия Галикова, заместитель главы по экономическим вопросам. С важной информацией о проведении летних гидравлических испытаний во 2-м микрорайоне выступил генеральный директор МУП ККП. На тепловых сетях 2-го микрорайона был выявлен ряд декектов. Вчера основная масса работ завершена. В настоящий момент все многоквартирные дома 2-го микрорайона находятся на циркуляции и обеспечены горячей водой за исключением дома номер 20. Который будет пока испытывать перебой с горячей водой. Связано это с дефектным участком целиком и меткой, которая питается этот дом. Сейчас решаем вопрос о полной замене, поэтому работа по этому дому еще продолжится. Также присутствующим коллегам Сергей Гайдачук, заместитель председателя Десногорского городского совета, напомнил о проведении 25 июня очередной сессии городского совета. О предстоящих событиях в культурной жизни Десногорска рассказала Анна Королева. 21 июня всех жителей и гостей города мы приглашаем в 7 часов на городскую летнюю эстраду в рамках мероприятий, посвященных памяти и скорби. С 7 до 8 состоится показ коррекометражных фильмов участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». С 8 до 9 на городской линии эстраде состоится концерт «Реклием. Завтра была война». И с 9 до 10 на площади возле храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радости акция «Свеча памяти». 23 июня на стадионе акционерного общества «Атомтранс» состоится региональный отборочный чемпионат Смоленской области Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарлав-Десногорске». А 26 июня в городе на летней эстраде пройдёт акция «Скажи здоровью да», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Предстоящая неделя будет насыщенной на события, и каждый найдёт мероприятие по душе. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.